Мы сформулируем несколько задач и выяснится, что ответами в этих задачах являются именно числа Фибоначи. Давайте эти задачи, давайте эти имена. Перестанавливаем. Задача будет вот какая. Есть числа, написанное, например, так, 1, 2, 3, 4, 5. Это каждое число стоит на своем месте. Но разрешено взять и число сдвинуть, но не более чем на одну позицию. Что это означает? Единицу разрешено поставить сюда и взять. Двойку разрешено ставить на любое из этих трех мест. И так далее. Пятерку на одно из этих двух мест. Давайте примем 2, 1, 3, 4, 5. Понимаете? Или 1, 3, 2, 4, 5. Разчеты меня не все не выписываются. Так вот, давайте заинтересуемся количеством способов переставить числа от 1 до 1, чтобы при этом никакое число не сдвинулось бы более чем на одну позицию. Считается различным. Если, допустим, четверка походит на лево или же тройка походит на право. Мы подсчитаем количество перестановок. Перестановка это, например, 2, 1, 4 метра. Числа по определенным порядкам. Этих перестановок получается только одна может быть? Нет. Вот я вам уже 3 штуки показал. Нет, в плане того, что для каждого варианта только один раз можно поменять. Почему? Нет. Пожалуйста, есть еще такой вариант. 1, 3, 2, 5, 4. Чем плохо? Поним. Так, все. Вот это первая задача. Вторая задача будет даже еще более знаменитая, еще более известная. Это задача разрезания на доминошки. Представьте себе, что у нас есть какой-то прямоугольник из клеточек высотой 2 клетки. Ну вот, например, здесь размером 2 на 60. Кладем доминошки. Горизонтально, горизонтально, вертикально, горизонтально, горизонтально, вертикально. Это один пример. Ну, разумеется, можно было еще как-нибудь по-другому положить. Можно, например, все доминошки положить горизонтально. Или можно было все доминошки расположить, наоборот, вертикально. или, скажем так, вертикально, горизонтально, 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 горизонтально. Давайте будем обозначать это А от Н. Если у нас высота все время 2, а ширина это Н. А от Н это количество способов, понятно, да? Так, на всякий случай, числа Фибоначчи традиционно обозначают буквы Фи. Вот это называется Фи первое, это Фи второе, Фи третье, Фи четвертое, Фи пятое это пять, Фи шестое это восемь, седьмое это тренадцать и так далее, и так далее, и так далее. Теперь прыжки. Тоже очень известная задача. Представьте себе, что есть полоска из клеточки. Находится в начальный момент человек в самой левой клетке. Нельзя это человек, можно зайчик, можно кингуру. Кто лучше прыгает, тот пусть и будет. В конце должен оказаться здесь. Разрешено. Либо делать один шаг вправо, либо прыжок через клетку. А вот уже через две клетки нельзя, и влево тоже нельзя. Ну вот типичная ситуация вот такая. Скажем, два раза прыгнул и три раза поскалил. Но разумеется, он мог все время только идти на единицу. Он мог начать с прыжка, неважно. Вот количество способов попасть из крайней левой позиции в крайнюю правую позицию. Поняли? Ставят оценки только 2 и 5. Никаких троек, четверых, нулей, колок. Не бывает. Только двойки и пятерки. Учится он так. Если он получает двойку, то он после этого обязательно берется за ум и получает пятерку. После пятерки у него может быть пятерка, может быть двойка, как получится. Но вот после двойки обязательно пятерка. Ну, такой типичный ряд его оценок. Начал с пятерки, потом опять пятерки, потом двойка, пятерка, пятерка, двойка, пятерка, двойка, пятерка. Вот количество способов написать n цифр подряд, где цифры бывают только двойки и пятерки, и где двойкам запрещено соседцев. Все понятно? Ну вот. Как видите, уже у нас есть 4 задачи. Вы должны для маленьких чисел, собственно говоря, выписать все варианты, посчитать. Для прыжков как-нибудь? Давайте рассмотрим. Нужно заставить табличку, сколько существует перестановок на n элементах, когда никакое число не отклоняется от своего стандартного положения больше, чем на единицу. Другая задача. Сколькими способами перегугольных размером 2 на n можно разрезать на доминошке? Третья задача. Сколькими способами можно пройти из левого конца полоски из n-клеток в правый конец, каждый раз, сдвигаясь слева направо на единицу или на 2? И последнее. Сколько существует последовательности длины n из двойки пятерок, если двойкам запрещено стоять рядом? Давайте начнем доминошку. Какие-то у вас ответы. Один, два, один, пять, восемь, тринадцать, 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 четыре. То есть это число фибоначчи, но сдвинуты. То есть вы утверждаете, что АН это то же самое, что ФИН плюс 1. Замечательно, надо это доказать. А первые несколько клеточек вообще-то очевидны. Ну первое, это понятно, потому что у нас только один раз в вертикальную половину. Да, правильно. Для 2 на 2 тоже очевидно. Да. Либо обе доминошки кладем вертикально, либо обе кладем в горизонтально. Ну следующую мы просто прибавляем в одну доминошку. Вот здесь вам нужно доказать рекуррентное соотношение. Вам нужно понять, почему 34 это 13 и 21. Антенна это АА, Антенна, МСП, плюс... Да, да, да. Как это доказать? Сумеем? Одна шута числа, но можно нарисовать 34 прям по 8. А правда, как вы нашли трех? Как вы уже говорили, во-первых, про то, что там будут связаны отец с числами химоначьи. То есть он нашел несколько первых, а дальше просто дописал... Ну, то есть такой не совсем честный ответ, да? Ну, как по-другому, то есть действительно. Как по-другому. Как по-другому. Может, кто-нибудь догадается? Как по-другому. АА, Антен, это АА, Антен, МСП, плюс АА, Антен, МСП, плюс второе. Да, а почему? Ну, я могу нарисовать как бы через рисунок. Давайте. Давайте. Даже если мы по этому слову не будем дать учиться. Например, у нас есть 2 на 2. Да. У нас тут два варианта всего лишь. Поэтому, как я берегу. Первый АА, Антен. Теперь мы должны найти, сколько будет вариантов для трех. Первый, это когда мы вот так перебираем. То есть перерисловываем справа от 1 до минушку, да. Раз-таки АА, Антен, МСП, плюс 1. Да, конечно. И второй вариант, это когда АА, Антен, МСП, плюс 1. И мы перебираем вот так вот две. И по-другому сторонам. Спасибо, все правильно. Все правильно. Ну, единственное, не вполне, конечно, разумно рисовать именно такой маленький пример. Давайте я попытаюсь нарисовать сейчас общий пример. Вот представьте себе, есть полоска размером 2 на n. Абсолютно очевидно, что мы к ней можем пририсовать еще до минушку. Согласны? В вертикальном... И любой картинке здесь соответствует картинка ширины n плюс 1. Так? Но! Вообще-то не обязательно последняя доминошка вертикальная. Может так случиться, что как раз последняя доминошка не вертикальная, а как ААА. Горизонтальная. Совершенно верно. Но если она горизонтальная, то здесь уже будет не n, а n плюс 1. То есть надо любую картинку для ширины n сюда и любую картинку для ширины n минус 1 сюда. Отсюда и получается ширина. Отлично. Ну это только четвертая часть работы. Дальше давайте. Обещаю, что вы все знаете. Или там тоже вы сделали только первые несколько, а дальше сказали, что они уже не так и будут. Да? Что я сейчас сделаю? А вы не поняли, что такое F? Да. Вы не поняли, что такое F? Давайте я еще раз вернусь. Представьте себе, что есть дочка и мама. У дочери есть книжная полка, где стоит какая-нибудь многотумная книжка. Представьте, на полке стоит 10 томов какого-нибудь писателя или что-нибудь такое. Отлично. Или 10 номеров журнала. Один в один. Да, замечаю. 7 книжек Гарри Поттера. Это самое правильное. Гарри Поттера великая книжка. Так вот, каждая книжка стоит либо на своем месте, либо рядом. Ну, не сильно отклонилась. Вот вопрос. Сколькими способами дочка может поставить книжки, чтобы они воспринимались как не сильно отклонившись от своей полиции. Одну книжку можно поставить на свое единственное место единственным способом. Да. Дальше. Для двойки, соответственно, два. Правильно. Очевидно, что можно поставить либо на свои места, либо не на свои места. И то, и то можно. Дальше. Для трех. Для трех, три. Понимаете, почему? Либо все стоят на местах, либо переставлены первые две, а третья на месте, либо переставлены вторая, третья, а первая на месте. Да, конечно. Дальше. Дальше. Дальше пять. Потому что у нас... Пять. А вот теперь нужна репариянка фронт. Прибавляется одна книжка, и она либо стоит на своем месте, либо она поменяла их химизм. Объясните. Представим себе, что мы добавляем пятую книгу. Что мы тогда можем сделать? Тогда мы можем... Прямо допишите везде пять. Рядом. Согласны, что ты если допишешь везде пять, то от этого никакого претворечия не будет. Это удовлетворяет то из этого. Правильно? Да. Отлично. И это в точности все ситуации, когда пятерка стоит на своем месте. четверки. Либо что? Либо когда у нас n-1, то есть когда... Нет, когда пятерка стоит на месте четверки. Да. И четверка стоит на месте пятерки. То есть, когда пятерки четыре поменялись к местаме. Да. А четыре у нас не меняется, только в n-1 случай. Один, два, три, пять, четыре. Один, два, три. Пять, четыре. Так. Еще что бывает? Два, один, три, пять, четыре. Так, короче, любые перестановки стремятся числами? Нет, не любые. Не по условию. Не любые. Один, три, два. Один, три, два. Да. Это как раз получается правильно. Господа, по-моему, все правильно? Верно. Все поняли? Все поняли. А дальше то же самое. Добавляемая книжка либо на своем месте, либо поменялась местами с предпоследствием. Как эта формула из описывается? Причем так же. А вообще-то f от n и а от n это просто одна и та же последовательность. А вот не пойдем пока дальше. А теперь я вам задаю такой вопрос. Господа, а как установить взаимно-однозначное соответствие? У вас 34 варианта перестановок на 8 числах. Так? и у вас 34 разрезания полоски высоты 2 и ширины 8 на 2 ножки. Как установить взаимно-однозначное соответствие между расстановкой книжек и разрезанием на 2 ножки? А давайте даже так. Вот у нас есть эти способы. 1,2,3,4,5 и так далее. 1,3,2,5,4 А давайте вы поймете как естественным образом каждому из этих способов сопоставить разрезания на доминошки. Это легко. Надо привыкать в комбинаторике одно из важнейших понятий это объекция. И объекция взаимно-однозначное соответствие. Что вы сейчас должны сделать? Вы должны рядом с каждым из этих 8 слов с каждой из этих восьми установки вы должны нарисовать картинку разрезания на доминошки. Вы должны понять, что картинок ровно столько же сколько перестановка. Обратите пожалуйста внимание в чем разница между построением объекции и доказательством что поровну. Мы с вами доказали, что и та и та последовательность задана формулой φ с номером м плюс 1. н член нашей последовательности это н плюс 1 число фибоначи. Но когда мы построим объекцию, то это будет абсолютно поровем. Давайте на такой пример. Все согласны, что у присутствующих есть левая рука и правая рука. у присутствующих в этом классе сейчас у каждого есть одна левая рука и одна правая. Так? Замечательно. Теперь внимание. Мы не обязаны считать сколько здесь людей и тем более не обязаны считать сколько здесь левых и сколько правых для того, чтобы сказать, что левых правых и правых потому что у каждого одна левая и одна правая. Так? Отлично. Во многих ситуациях достаточно трудно посчитать какие-то объекты. Ну, здесь все легко, а вот увидеть, что чего-то поровну иногда проще. И в комбинаторике очень любят вот такие конструкции, когда вдруг оказывается, что там таких-то и таких-то поровну. И в некотором смысле это одна из важнейших идей комбинаторики. Увидеть, что вот такая конструкция, это на самом деле то же самое, что вот такая. Что когда мы изучаем перестановки, у которых каждое число сместилось не больше, чем на единицу, то на самом деле это ровно то же самое, что изучать разрезание на доминошки. Понимаете? Тем самым, как бы уменьшается количество задач. Вот есть такая знаменитая последовательность чисел Каталана, так там примерно три десятка разных определений. У чисел Фибоначчи их поменьше, хотя тоже есть. у нас сейчас пока с вами всего-то четыре. Да, пожалуйста. Когда у нас все числа стоят. Нет, дай прямо на этом примере. Берете какую-нибудь, чтобы не все рисовать, берете любую картинку и вот там на числом месте рисуете. Какую вы картинку будете рисовать? Вот эту самую. Если же какие-нибудь два поменяли, то их повернули на девяносто градусов. все, все, понял. Да, правильно. Когда две цифры меняются места, или вообще два числа меняются места из соседних, то в этом месте мы положим две горизонтальные на веношки. Все, решение? Это решение. Таким образом объекция между задачей А и Ф очевидна. Такая естественная замечательная простая объекция. Хорошо. Теперь задача Б. Помните, что это было? Оценки бывают только двойки и пятерки. Запрещено двум двойкам стоять подряд. Рядом двойки не бывает. Возьмем, допустим, для трех. Для трех бывает пять, пять, пять. Бывает пять, пять, два. Пять, два, пять. Пять, два, пять. Два, пять. Два, пять, два. Ага. Два, это выписали все варианты для тройки. Вариантов оказалось пять штук. Да. Так, давайте сразу в том, для тройки вариантов пять штук. Когда одна оценка, сколько вариантов? два или пять. Да, два варианта. Когда две оценки либо два, пять, либо пять, два, либо пять, Да. Ну и понятно, что дальше будет? А какая сумма была? Можем имеющим вариантом приписать пятерку. Нам за это ничего не будет. Но если у нас на конце стоит двойка, а эти варианты у нас с n-1, то мы можем двойку приписать в конец. Вот есть у нас последовательность для n-1. Вы согласны, что на первом месте стоит либо пятерка, либо двойка? В этом случае сколько у нас здесь осталось позиций? А после двойки обязана идти пятерка? Да. А в этом случае сколько осталось позиций? n-1. все больше ничего говорить не надо. Значит вот это вот φ n-1 а это у нас φ n-2 господа а вот теперь опять возникает задача придумать биевус. Как если у вас есть разрезание полоски получить по разрезанию полоски систему оценок или если угодно что у нас там было перестановки хотя мы уже знаем что перестановки и системы оценок это одно и то что у нас есть все они да слушайте а давайте я красиво нарисую я их красиво нарисую и не буду сейчас выписывать эти перестановки а действительно нарисую все пять штук вот этих вот немножечко штук да одна и теперь надо суметь скопировать вторая картинка и еще каждой из этих картинка поставить в соответствии систему оценок я сначала нарисую все картинки когда первые две доминошки горизонтальные этих картинок по идее должны быть должны быть три штуки значит следующие три либо все вертикальные либо две горизонтальные одна вертикальная либо одна вертикальная две горизонтальные так все во всех остальных картинках я теперь должен крайнюю позицию нарисовать вертикальной вот теперь следующая позиция она либо две горизонтальные и таких картинок очевидно две вот так и так Либо следующая позиция вертикальная, теперь либо три вертикальные, либо одна вертикальная, либо две вертикальные, либо две вертикальные, одна вертикальная. Отлично, все, я справился. Все восемь картинок нарисованы. Что, оцените ставить? Да, четыре. Правильно, следующий. Если между доминошками вертикальной чили, мы ставим пять. Если ее нет, то два. Если не прорезаем, то есть мы в какое-то место хотим поставить оценку. Мы смотрим, это линия. Мы смотрим, вот если эта линия разрезает доминошку, ставим двойку. Она не разрезает, значит пятерка, здесь пятерка, здесь пятерка. А здесь разрезает, значит здесь двойка. Двойка – это линия, разрезающая доминошку. Спасибо. А теперь вы понимаете, что это действительно очевидное объемец. Правильно? Вот представьте себе, что у нас есть какая-то последовательность оценки. Длинная, длинная, длинная последовательность оценки. Как вы по этой последовательности нарисуете разрезание на доминошке? Давайте поупражняемся. Пять, пять, два, пять, два, пять. Как по этой штуке нарисовать соответствующее разрезание на доминошке? Во-первых, это десять клеточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В ширину надо взять клеток, высоту дверь, и в ширину действительно должно быть у нас. Так, оценка стоит надлинной, да? Да, или под. Или, да, значит под. Оценка стоит подлинной. Так, 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 вот так. Замечательно. Что значит пять? Не разрезает. Здесь вертикальное. Пять не разрезает. Это уже горизонтальное. Значит, здесь две вертитальные. Это не разрезает. Замечательно. Да, вертикальное. Нет, горизонтальное. Далее опять горизонтальные и вертикальные. Поняли? Отлично. Мы с вами, заметьте, построили взаимно однозначное соответствие между системами из n оценок и разрезаниями полоски размером 2 на n плюс 1. А вот, пришли еще остаться. 8, 13, 21, 34, 55 и так далее. Здесь 1, 1, 2. Погодите, но там уже для двух клеток. А, я понял. Это единственный способ. Потому что вы можете только сделать один шаг и все. Замечательно. А теперь мне нужна объекция опять-таки между этими прыжками и, например, системой оценок. Я хочу. Вот смотрите, у меня есть система оценок. Да? А я хочу по системе оценок. Понимаете? Система оценок должна соответствовать полоске длины n плюс 2. То есть, n оценок. А еще лучше. Вот. У меня же вот. Смотрите. Здесь еще одна была. А давайте-ка у меня здесь. Вот здесь 8 картинок. Да? 8 картинок. 8 картинок. Это какое число Фибоначчи? 6. Это 6 число Фибоначчи. Значит, будьте добры. Каждой из этих картинок надо нарисовать полоску из 6 клеток и по ней пропрыгнуть. Если у нас вертикальная, мы шагаем. Если горизонтальная, то прыгаем. Так мы с оценками сравним. Нет. Не оценки. Оценки и вот эти мы умеем. Вот вам полоска длины 6. Что здесь будет? Вот вам полоска длины 6 здесь. Что здесь будет? Здесь будет шаг, 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 шаг. Ага. Вы решили здесь просто идти пешком, да? А здесь? Шаг, прыжок, прыжок. Шаг. Прыжок. Да? Да. Прыжок. Прыжок. А почему? Интересно. Почему? Потому что у нас горизонтальная черта занимает 2 клетки и прыжок занимает 2 клетки. И, соответственно, вертикально? Нет. Прыжок. Прыжок. Просто напросто пройдитесь по всем этим картинкам и посмотрите, получается или нет. Тут шаг. Это по такой же логике, да? А я себе поняла. А логика очень простая. Это просто приказывать. Смотрите, здесь вам приказывают что делать? Сделать шаг. А здесь приказывают прыгать. А здесь приказывают шаг. А здесь приказывают делать шаг. Нет, по-моему, это понятная система. То есть мы просто идем по избиению на полоски. И когда видим вертикаль, то делаем шаг. Ну, на полоски. На той, которая... На одну клетку, да? А когда... Наверное, даже можно вот здесь нарисовать. Смотрите, видите? Шесть очень понятным образом рисуется, когда у вас есть пять. Согласны? Вот так вот. Вот она, полоска длины шести. И теперь вот здесь вот у нас сказано делать шаг. Мы делаем шаг. Здесь делаем шаг, делаем шаг. Здесь прыгаем. Здесь делаем шаг, делаем шаг. Поняли? Ага, да. Поняли. А как по оценкам сразу понять? По оценкам мы умеем рисовать вот эту штуку, а по ней умеем рисовать толоску. Пятерка – это шаг, а двойка – это прыжок. А если четыре пятерки? Нет, смотрите, у нас оценки четыре. А, ну, как-то... Так смотрите, у нас его четыре прыжка. Ну, если двойку надо прыгать, а на пятерку шагать как-то. Нет, если все шаги, то двоек и четыре. Ну, смотри, мы уже сделали для пяти, вот если все шаги. Если все шаги, то пять будет движение. Да. Последовательность двоек и пятерок. Много. Но двойки нельзя рядом. Вот здесь вот над каждой двойкой рисуется такая штука. Правильно? Кстати, заметьте, пожалуйста. Принцип ровно такой. Над двойкой рисуют горизонтальные двеношки. После этого автоматически все остальное делается вертикально. Правильно? Так, это понятно. Теперь, ваши прыжки. Как устроены ваши прыжки? Вы сказали, что нужно идти вдоль. И там, где у нас вертикальное, то идти, а тут прыгать. Идти, идти, идти. Прыгать. Дальше. Опять прыгать. Идти, идти, идти. Прыгать, идти. Отлично. Вот такая штука. Ну вот, мы разобрали четыре задачи. Начи с лайфмонач.